Звуковая книга Рассказы о деньгах Сколько человеку нужно? Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь. Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Да. Другому вовсе не надо ехать. Ему всего два шага шагнуть. Ему это для прогулки очень полезно. Нет, он непременно поедет. Он непременно захочет проявить свою угнетенную амбицию. И он вопрется в самую гущую человеческих тел и поедет. И до конца рейса доедет. Хотя ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет. А то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут загибать. А некоторых вообще будет не выкурить из трамвая. Потому что там спать даже лягут. Вот они до стервенения дойдут, если объявить, что это даром. Нет, по-моему, надо менять свой характер. Вот я давеча сам, не целиком переделавши свою психику, съел на одном банкете что-то такое, как раз кружков десять мороженого. Так после недели две разогнуть тело не мог. Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши. Я вот как-то видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтобы верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурное время. Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром, и поэтому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было. Я видел одного парнишку, которого оттягивали, оттягивали, и то он не шел, нет, он как сел на деревянную кобылку, то прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. И только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. А то брыкался, не хотел допустить, чтобы его снимали. Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, смотрел на небо, еле что понимая. А потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез, а он слез только тогда, когда в Ригу поехал. Тут волей-неволей ему пришлось слезть, а то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не того получается. А то бы он не слез. Ну, тут его еще и сторож стянул, и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие. После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться, но потом, видимо, не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой. Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно. Наверное, больше того, чем сколько ему нужно, но не менее того, чем сколько он хочет. Так что все в порядке. Потолок имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры. Что же касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они, воспитанные на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман, но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот, извольте, расскажу про одну старушенцию, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала деньги. Рассказ про няню или прибавочная ценность у этой профессии? Конечно, старый человек не всегда может попасть в ногу с новой жизнью. Это особенно почему-то относится к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то что ли круги плавают или мошки, или пес, и знает что. Но только им как бы не до того. Они не слишком задумываются о грядущих судьбах человечества. И они тем более гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и политической немощности. Они, зная себе, гнут то, чего было раньше. И не понимают то, чего есть. И то, чего решительно не может быть. Особенно, если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченое дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить. И вообще у него приведет денег. Руки дрожат и ноги подгибаются. На этой почве на днях произошло одно, прямо скажем, ну возмутительное дело у нас в Венграде. Тут такие супруги фарфоровые имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба-два служили на производстве. Сам Серега фарфоров служил, и она служила. Он рублей, может, полтора сто брал, а она не меньше шеста охребала. Вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. Тем более у них даже такой привычки не было брать себе нянек. Они не понимали такого барства. А тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства. И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая, не очень такая молодая, одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью фарфоровой вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. Они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась и чтобы не имела личного счастья и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более, что они взяли ее по рекомендации, а там им сказали, дескать, это вполне непьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. И вот они берут эту няню и видят действительно золото, а не няня. Тем более, она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спущает и прямо гуляет и гуляет с ним до ночи. А фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом, они понимали, что воздух и гуляние вполне укрепляют организм ихнему ребенку. И думают, пожалуйста, пусть чай гуляет. Тем более, мы будем реже видеть ее зверскую харю. И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровым молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет, и гуляет с ним прямо до глубокой ночи. Но только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он из домкома. Он одна из главных фигур в правлении. Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из вверенных ему жильцов на черную доску занести, как злослого неплательщика. И вдруг смотрит, что такое. Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются. А некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется и показывает младенца, дескать, не для себя прошу, а вот для этого. Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит личность, будто знакомая. И глядит на действительно это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно. Морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, а повернулся и пошел обратно домой. Неизвестно, как он дожил до вечера. Но вечером говорит самому Фарфорову. Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ. Но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме. Фарфоров, конечно, говорит, я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я что-то не пойму. Тогда член правления говорит про то, чего видел и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены, происходят крики и улыбки. И все выясняется. Тогда зовут няню. Ей говорят, как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, или у вас в голове не все дома? А няня говорит, я, говорит, прямо не пойму, а в чем разговор? В этом пороку нету. Так ли я стою? Или мне сердобольные прохожие руку дают? Ребенок через это не страдает. И может ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя. Фарфоров говорит, да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволяю вам производить такие действия. Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит, нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места. Цаплин говорит, я как член правления скажу, вы все цело правы выгнать эту бешеную няньку. Старуха говорит, эх, подумай, да что испугали. Нянь нынче не очень много, меня, может, с руками оторвут. Я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков, упреков, я от вас сама уйду, поскольку вы такие бесчувственные подлецы, а не хозяева. После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил. После чего ее с позором выгнали, так она и ушла. И рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Ну, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает. Наверное, ей до зареза нужны деньги, иначе прямо даже трудно объяснить ее поведение. А на что ей деньги? Это я прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь что ли каприз? Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель, вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам, в смысле доставания денег. И я вот однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам сейчас рассказать. Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая, ну и, конечно, любовь. Встречи, разные и тому подобные слова, и даже сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством. Что-то такое, птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит, примите, милая, привет мой, и что-то такое, не помню, та-та-та-та-та, болит. Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается и наростное тьё, и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желанием помочь, и сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот, раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь одну даму. Она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго, но тут она знает, за два опоздания её не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Так вот, стою, как дурак, в кино и дожидаюсь. Так, очередь в кассу струится, так, дверь раскрыта, на улицу заходите. Так я стою и как-то так энергично стою, весело, охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, там, подшутить, схватить за нос. А на душе пень раздаётся и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит у входной двери бедно одетая старушенция. Такой у неё рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на её месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А этот стоит скромно и даже как-то стыдливо. Гуманные чувства заполняют моё сердце. Я вынимаю кошелёк, недолго роюсь в нём, достаю рубль и от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. А у самого от полноты чувств, слёзы, как бриллианты на глазах. Старушка поглядела на рубль и говорит, это что? Вон, примите мамаша от неизвестного. И вдруг вижу, у неё вспыхнули щёки от глубокого волнения. Странно, говорит, а я, кажется, не прошу. Чего вы мне рубль пихаете? Может, я дочку жду? Собираюсь с ней в кино пойти. очень, говорит, обидно подобные факты видеть. Я, я говорю, извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю, пардон, говорю, прямо спутался. Не поймёшь, кому чего надо и кто, зачем стоит, шутка ли, ну столько народу. Но старуха поднимает голос до полного визга. Это что же, говорит, в кино не пойди? Оскорбляют личность. Как, говорит, у вас руки не отсохнут, производить такие жесты. Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть и дышать заражённым воздухом. Я хватаю её за руки, извиняюсь, прошу прощения и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, ещё чего доброго заметут в милицию. А я даму жду. Вскоре приходит моя дама, а я стою скучный и бледный, даже несколько обалдевший и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорблённой старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берёт меня за локоть. Извиняюсь, говорит, это не вы или мне давече рубль давали. Я ж что-то невнятно лепечу, а она продолжает. Тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А на третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, говорит, что напомнила. Я вынимаю кошелёк, но моя дама впускает следующие слова. Совершенно ни к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью. Я говорю, нарзан, вы получите, не скулите, но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, говорю, по-товарищески относиться. Нет, я всё-таки дал старухе рубль. И мы в растряпанных чувствах стали глядеть картину. Под музыку дама меня пилила, говоря, что за две недели знакомства я одеколону не мог купить. А между прочим, пыль в глаза пускаю, раздаю рубли налево и направо. Под конец стали показывать весёлую комедию, и мы, забыв обо всём, весело хохотали. И эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие. И даже если бы она у меня попросила два руля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом. Ну, в общем, это мелкий факт. Касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой не же следующий случай, забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие. Таинственная история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач, довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно, только действительно он был седой. И голос у него был сиплый и надломленный. То же насчет голоса, неизвестно, на чем голос он пропил, на факте или вообще, но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациента думает нынче не стояще пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти, прямо хоть закрывая лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закрючены. И все на месте, и никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному на шатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались. На другой день и в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит, да, ведь, и говорит, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ли ему после этого выдать свидетельство о смерти? Врач говорит, удивительно, что он скончался, от анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу, надо мне увидеть покойника. Старушонка говорит, очень великолепно, идемте тогда со мной, тут недалече. Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой и вот поднимаются они на пятый этаж, входят в квартиру. Действительно, лада нам попахивает, покойник на столе расположен, свечи горят вокруг и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. Эки, я думает, старый хрен, каково смертельно ошибся в пациенте? Какая конетель за семь гривен? Присаживается он к столу, быстро пишет удостоверение, написал полустарушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил. Мать честная, калоши позабыл. Эк, и думает, не перка за семь гривен придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру, дверь, конечно, открыта, и вдруг видит. сидит покойник Василий Леденцов на столе, сидит Леденцов на столе и сапог зашнуровывает, зашнуровывает он сапог и со старушкой об чем-то припирается, а старушка ходит вокруг стола и пальцем свечи гасит, послюнит палец и гасит, послюнит и гасит. Очень удивился этому врач, хотел с испугу вскрикнуть, но сдержался и как был без калош, кинулся прочь, прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами вязгает. После выпил, на шатыр на низовых капель успокоился и позвонил в милицию. На другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил три тысячи казенных денег и с этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось. Калоши врачу вернули месяца через три после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений по всем местам. В общем, врач отделался сравнительно благополучно и кроме испуга и расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош других неприятностей не имел. И рассказав мне эту историю, врач вдохнувший добавил, имея три тысячи, этот фрукт хотел за семь гривен смыться из этого мира. Но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам. Да, однако мы-то знаем историю о такой жадности к деньгам, какая не так уж часто бывает. Вот эта история. Рассказ про одного спекулянта. жил в Ленинграде некто такой Сесяев. Такой довольно рапистый человек. Он во время НЭПа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Ну, только кроме стрижки и брижки, он еще и иностранные валюты торговал, и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну, и, конечно, засыпался. Он засыпался в 30-м году летом. Маленько посидел, где следует, и вскоре его голубчика выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то одним словом дали минус 7 или плюс 7 или 8, черт ее разберет. Я в этих иглах пока еще слабо понимаю. Одним словом его спекулянта выслали в Нарымский край. И значит, он хочешь не хочешь поехал. А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь. И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда 10 царских золотых монет и 1 золотой квадратик. Может быть, помните, в 24-м государство выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей. Вот он, значит, на всякий пожарный и подзашил свое добро в тужурочку. И прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да, еще и в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. А в сапоги под стельки положил более носкую валюту доллары и стал поджидать. Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой и осенью он поехал куда следует. Только неизвестно как он там жил. Может быть, скорее всего, он и не очень худо он жил. Тем более бумажных денег у него было вдоволь припасено. Он, знаешь, подпарывал брюки, вынимал что-то из бумажника, а до золота, между прочим, не дотрагивался. Вот так вот живет он больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился, его там просквозило на работе. А он там захворал. Конечно, кашель поднимается, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов. В Баку колет, аппетиту нету. И вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью снимает с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди. Поскольку думает, я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет. А мне это неприятно. А пущай, это золото у меня в брюхе лежит, чем кто-нибудь им воспользуется. И значит, подумавши так, он глотает. Только может он проглотил пять или шесть штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по семь человек или по восемь жило. Заметил этот приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит, мне, говорит, не так, золото жалко. Я, говорит, золото не возьму. А я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более, воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет и вообще засорение желудка. Короче говоря, больной вскоре действительно поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободила, дыхание вернулось, но является новая беда. В желудке колет, кушать неохота и слюна идет. И спасибо, что больной не все монеты заглотал, а то бы совсем невозможно получилось. Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь, но только он сам не захотел. Он может пугался, что во время хлороформа он не досмотрит и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке. Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Ну и разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует. Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались. Так что ежели считать, что в желудке ничего нету, то недостает трех монет и одного квадратика. Вот тогда значит действительно уперли. И тогда значит надо прекратить массаж и лечение. Но зачем на людей тень наводить? Может монеты лежат в желудке? Тем более для здоровья это не играет роль, и золото не имеет права давать ржавчину, так что оно может лежать там до бесконечности. Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но может они в движении у других граждан? Что касается доспекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Для душевного спокойствия он непременно хочет сделать себе просвечивание. Если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трохать до поры до времени. А тут правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти. А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь и в этом, и даже в большем. Это рассказ о том, как одна жадная бабенка благодаря отсутствию денег не разрешала умереть своему мужу, что является просто возмутительным даже хотя бы с точки зрения медицины. Субтитры создавал DimaTorzok Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть. Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Савич Бутылкин. Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели или там что-то такое он делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты, вывески, разные номера для домов и всякие указатели и так далее. Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал и, не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать. хотя имел весьма крупное дарование в своей профессии. Но жил он удивительно худо, бедно, то есть никак не имел возможности наладить свою припечальную жизнь. А в довершении всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое подруга жизни. Это была чересчур невозможно крикливая баба, любительница ничего не делать. Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда напрямую воду. И она не была помощницей своему тщедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать. И в довершении всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами выворачивала наизнанку слабую и поэтическую душу нашего художника и живописца. Она требовала, что он еще больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные фрикассе и прочее. Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и, конечно, она его ругала. На ним, слово, он всецело находился у нее под башмаком. Тем не менее, она прожила с ним восемнадцать лет. Правда, они в другой раз между собой ссорились и дрались. Но так, чтобы больших скандалов или убийств этого у них не было, она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой араб попадется, что сам ничего делать не будет, а ее вечную страдалицу заставит работать круглые сутки. А она, родившаяся задолго до революции, понимала свою женскую долю, как такое, что ли, беспечное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит. И вот, представьте себе, однажды Иван Савич Бутылкин неожиданно вдруг захворал. А перед тем, как ему захворать, он ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть, ногой он мог двинуть, но он ослаб, как бы сказать, душевно. Он затасковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики, снится, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, такой мечтательный. И все обижался, что неспокойно у них в квартире. Зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут и зачем ногами шаркают. Он все хотел тишины. Ну, прямо-таки собрался человек помирать. И даже его на рыбное блюдо потянуло, он все солененько стал просить, селедку. Так вот, во вторник он заболел, а в среду матрена на него насела. Ах, скажите, пожалуйста, зачем, говорит, ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь? Может, ты работу не хочешь исполнять и не хочешь зарабатывать? Она его пилит и пилит, а он молчит. Пусть чай, думает, языком треплет. Мне теперь черешительно все равно. Чувствую, что помру скоро. А сам горит весь ночью по постели, мечется, бредит, а днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врусь. И все мечтает. Мне бы, говорит, перед смертью на лоно природы поехать, посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел. И вот осталось, может, ему мечтать два дня, как произошло такое обстоятельство. Подходит к его кровати Матрена Васильевна, нехидным голосом так ему говорит. Ах, помираешь, говорит. А Ваня Савч говорит, да уж, извиняюсь, помираю. А вы перестаньте меня задерживать. я теперь и вышел из вашей власти. Ну, это мы посмотрим, говорит ему Матя. Я тебе под лицу не верю. Я, говорит, позову сейчас медика. Пущай медик тебе дурака посмотрит. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел, ты у меня лучше про это не мечтай. И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. районный медик Иван Савч осмотрел и говорит Моте, у него или тиф или воспаление легких, и он у вас очень плох. Он не иначе как помрет, в аккурат вскоре после моего ухода. Вот такие слова говорит районный медик и уходит. И вот подходит она Матрена к Ивану Савчу. Значит, говорит, за правду помираешь. А я, между прочим, не дам тебе помиреть. Ты, говорит, бродяга лег и думаешь, что теперь тебе все возможно? Врешь. Не дам я тебе под лицу умереть. Иван Савч говорит, это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение, и вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня, Матрена говорит. Мне на медика наплевать, а я тебе не хотели помиреть, не дам и все. Ишь ты какой богатый сукин сын нашелся, помирать решил. Откуда у тебя под лица деньги, чтобы помиреть? Нынче, к примеру, обмыть покойника и то денег стоит. Тут добродушная соседка, бабка Анисия вперед выступает, я, говорит, его обмою. Я, говорит, Иван Савч тебя обмою. Ты не сомневайся, и денег с тебя за это не возьму. Это вполне божеское дело обмыть покойника. А Матрена, ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста, ах, роб. А, например, тележка. А папу? Что, для этой цели свой гардероб буду продавать? Пу, на всех. Не дам ему помирять. Пусть заработает немного денег, а тогда пусть хоть два раза помирает. Как же так, Мотя, говорит Иван Савч очень странные слова. А так, говорит Матрена, не дам и не дам. Вот увидишь, заработай прежде. Да и мне вперед на два месяца оставь. Вот тогда и помирай. Может, попросить у кого, говорит Иван Савч Матрена говорит, я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай, я тебе, дураку, помирять не дам. И вот до вечера Иван Савич лежал, словно померший, дыхание прерывалось. Вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. Он вышел во двор, а там во дворе встречает дворника Игната. Дворник говорит, Иван Савычу с поправлением здоровья. Иван Савич говорит, вот Игнат положенится, баба помереть мне не дает. Требует, понимая, чтобы ей денег оставил на два месяца. Где бы мне денег-то раздобыть? Игнат говорит, ну, копеек 20, я тебе могу дать, а остальное валяй, попроси у кого-нибудь. Иван Савич Двугрибиного, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу и вдруг, и вдруг видит, какой-то прохожий кидает ему монету на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур расслабшего человека. Тут Иван Савич слегка оживился. И ежели думает, так обернулось, так надо посидеть. Может, набросают. Дай, думает, сниму шапку. И вот, знаете, в короткое время действительно прохожие накидали ему порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой, пришел он распаренный и в снегу пришел и лег на койку. А в руках у него были деньги. Хотел омуте подсчитать, не дал. Не тронь, говорит, погаными руками, мало еще. На другой день Иван Савич опять встал, опять кряхтел, оделся и распялив руки вышел на улицу. К ночи вернулся и опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег. На третий день тоже, а там и пошло, и пошло. Встал человек на ноги и после, конечно, бросил собирать на улице, тем более, что, поправившись, он уже не имел такого печального вида и прохожие сами перестали ему давать. А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии. Так он и не помер. Так Матрена и не дала ему помереть. Вот что сделала Матрена с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный лейб-медик, прочитав этот рассказ, усмехнется, скажет, что науке неизвестны такие факты, что Матрена тут ни при чем. Но, может, науке точно неизвестны такие факты. однако Иван Савич и по сей час жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А в прочем случае этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Савич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнений, перепрел, и с потом вышла у него эта болезнь наружу. В общем, жадная бабенка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу, что является, конечно, весьма редким случаем, а чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже и то, что имеет. И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молошницу, пожелавшую увеличить свои доходы. рассказ про одну корыстную молошницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, ей охота видеть вокруг себя тоже, интеллигентного, созвучного с нею субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть, они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют две-три семей. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж, она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе-молошнице. К ней ходила молошница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, усиленно питаться. Она пила молоко по два литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. и, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молошницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню и разговаривалась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молошница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатать. Молошница говорит, ну, говорит, газета, это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела, дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака. Молошница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит, врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, интеллигент и женится, то, говорит, червонца, три я бы дала, не моргну глазом. Молошница говорит, три, говорит, это мало, давайте пять, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да, может, он не интеллигент, говорит врачиха, может, он крючник. За что я буду давать пять червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный, он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте, вот вам пока червонец за труды, и вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молошницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в свою мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу, вот, мол, Николаша, чего получается. Можно, говорит, рублей 50 схватить так себе здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей пять червонцев. И, говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молошницы, такой довольно красивый мужчина с усиками, так и говорит, очень отлично, пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц. А тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молошница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молошнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молошницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет пять дней, потом неделю, потом десять дней. Тогда приходит молошница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит, да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молошница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за пять червонцев скупая и корыстная молошница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы, вообще-то, очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила. Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь». Богатых, собственно, у нас нету, но зажиточные у нас имеются. У нас некоторые хорошо получают, некоторые по займам выделывают, некоторые вообще песок знает, откуда берут деньги. Но что такое богатство, мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что же это за состояние, при котором все можно купить и рушатся все преграды, и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать. Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого, ну, там, кое-какие мелкие остатки прежних состояний. Но тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть. Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги, и что из этого получилось. А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера. Или он не был инженером, а он был подрядчик, сейчас это хорошо неизвестно, только факт, что он строил частные дома и при этом неимоверно разбогател. Ну, может, он хапнул или вообще украл, я не знаю. Вот он чертовски разбогател, а это было в начале НЭПа. И разбогатевший стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы и одеяла. И при этом у него имелись золотые монеты царской чеканки, бриллиантки, вообще чертова уйма всякого добра и костюмов. Конечно, неизвестно, что бы случилось с ним в наши дни, но он, будучи неглупым человеком, своевременно в двадцать четвертом году умер со спокойной улыбкой на устах. Детский тех, вы дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю. И сам, как говорится, сыграл в ящик. А дочка у него была, ну, вообще, малоинтересное существо. Такая вообще барышня ни то ни сё. Ну, вообще, ходит, сидит, говорит и кушает, но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может. Без своего богатства ей, конечно, ноль цена, но поскольку не было богатства, за ней мужчины сильно волочились и даже три раза подряд женились на ней, но всё как-то неудачно, и даже за ней один доктор ухаживал, но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значение богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушёл, как говорится, в кусты. Но тут она знакомится с одним инженером, такой интересный красавец, тоняга, одевается, и вообще педант и любимец женщин, душистый платочек в кармане, какие-то запонки, ещё что-то там такое, и при этом имеет имя Лютик. И вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну, видит у неё несметное количество барахла, и вот, распалившись на это барахло, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли быть моей женой. И эта дура, влюблённая в него, как кошка, трясётся от радости и говорит, ах, я твоя навеки. Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорее, чудно живёт, восторгается жизнью, закусывает по пять раз в день и думает, вот так устроился. Он переезжает в детское село, в собственный дом и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна, никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом. Разводиться, думает, мне с ней в высшей степени глупо, но я думаю, зевать не буду. И вот он заводит разные флирты и романы и разные любовные похождения и живёт там на полный ход с какой-то невероятной красавицей, при этом с ней кутит, выпивает и бросает к её ногам разные мелкие ценности. Домой приезжает, как говорится, Ели Мажаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами, и поэтому не может даже беседовать со своей супругой. Я, говорит, извиняюсь, не могу по-прежнему, по-долгу разговаривать с вами на разные темы и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер, и я потерял некоторую живость своего темперамента. И при этом он стал при ней притворяться, ходит, сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами, а у самого морда цветущая и здоровья лучше не надо. В довершении всего он подговорил одного знакомого вратя Орлова, чтобы тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова и дал ему для этого некоторую сумму денег. Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елене Григорьевне, «Да, это да, ох, ну, такое молодое, цветущее существо, а здоровье, ну, ну, в высшей степени поган, ну, ох, вы его берегите, не волнуйте, пусть Чаин лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования. Вот эта дура немыслимо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает. И так проходит год и два и, наконец, три и проходит пять лет и дело приближается к нашим дням и вот наступает 1933 год и вот раз однажды приходит к Елене Григорьевне ихний сосед, такой счетовод Федоров, такой вообще счетоводишка, дурак, фанфарон и мелкая личность. Чего-то они разговаривали о том о сём, а Лютика не было дома. А Лена Григорьевна говорит, знаете что, мне нынче скучно, поедем в ресторан, я буду платить, а вы не беспокойтесь, послушаем музыку, скушаем по цыплёнку и проведём интересное время. Этот прохвост, счетоводишка Фёдоров, говорит, очень рад, с великим удовольствием, и вот они едут в Ленинград, заходят в Асторию, ковры, столики, играет оркестр, танцуют великолепные пары, а этот болван Фёдоров одет, наверное, свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся в сторону. Вот они садятся за столик, заказывают себе цыплят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит, что такое фантасмагория, она видит её супруг Лютик, танцует с Шимми с какой-то дамой. Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо, и ей надо пойти в уборную. А ещё доводишь, как Фёдоров, видишь, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она думает, навряд ли сбежала, в крайнем случае я ей два цыплёнка съем. Вот Елена Григорьевна летит моментально домой, а по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало всё ясно, и какой обман она имела в течение семи лет. Она летит домой, сразу роется в её письменном столе, вытаскивает разные письма, записочки читает всё это побледневшими губами и видит, да, обман на лицо, и он не поддаётся писанию. Она находит разные дамские письма, она читает в них поэтические слова о том, о сём, уважаемый Лютик, ты мой Бог, целуй вас, ах-ах, и всё такое. Она восклицает, ах, падает ненадолго в обморок, но потом берёт себя в руки и говорит себе, полюбила подлеца. Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает, она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвёт листочки с деревьев и шепчет, вот тогда, вот тогда. А этот подлец Лютик, не привыкший видеть её такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе, это, кажется, я перехватил через край. Семь лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней, а в силу её любви ко мне, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни. И тогда он, у которого нежные побеги совести ещё не совсем завяли, приходит в сад, садится к ней рядом на скамеечку и говорит так, сердечный привет, Елена Григорьевна, я хочу вам нынче рассказать кое о чём. Вот знаете, какое дело и начинаете рассказывать, как это было. «Да», — говорит, «я не жил с вами семь лет в силу обмана, но не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используете этот закон природы». Она говорит, «Это хорошо, что вы мне сказали, и поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести, но я, — говорит, и без того всё это знала». Он сильнее удивляется, и она продолжает, что же касается ваших слов насчёт любви и ласки, то я говорю, «Не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали, и вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатую, думаете, что я только на вас и глядела». Тогда он в страшном гневе встаёт со скамейки и говорит, «Как понимать ваше выражение? Значит, вы цацкались с другими и имели, кажется, любовников или, — говорит, я чего-то не понимаю, ответьте мне их имена или я сам за себя не отвечаю? Она называет ему семь различных имён, в числе их упоминает фамилию Фёдоров и фамилию Орлов. От этих двух фамилий Лютик приходит в содрогание и падает на скамейку. Он говорит, «Так даёт дурак, что я вам рассказал. Вы, — говорит, есть проявление всей человеческой подлости, и моё презрение к вам не дозволяет мне находиться с вами рядом. Я, — говорит, от вас уезжаю. До свидания». Он думал, что она будет его умолять, а она почувствовала силу своего богатства. Говорит, «Очень великолепно, а то я и сама хотела вам это предложить». Он плюёт в цветы на клумбу, на скамейку и взбешённый, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград. А она смеётся и говорит, «Валяй, валяй, я за свои деньги почище тебя видела». Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь комфорт жизни, вскоре расстаётся с ним. И вот тогда он женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по пять раз в день и имеет право на хорошую жизнь. Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Фёдорова, а тот, по странному совпадению, прожив с ней полгода и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на своё здоровье. Но Елена Григорьевна, засмеявшись, сказала, «Ну что же, если так, тогда давайте расстанемся». На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней и жизнь их потекла по установленным правилам. Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Фёдоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане. Неимоверные траты денег заставили Елену Григорену сильно раскошелиться. Она безостенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки и вскоре на этом засыпалась. Ей пришили дело и недавно выслал её на жительство в город Арзамас. А подлец Фёдоров от этих дел отбоярился. Он сказал, я не я, супруга не моя, а насчёт денег я понять не имею. Я любил её бескорыстно. Тем не менее, с недаемой такой любовью он за ней в Арзамас не поехал. Так пожелаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства. Счастливый путь! На этом мы заканчиваем наши рассказы о деньгах. Конечно, потерять Галошу в трамвае нетрудно. Особенно, если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь пассажир на задник наступит. Вот вам и нет Галоши. Галошу потерять прям пустяки. С меня Галошу сняли в два счёта. Можно сказать, ахнуть не успел. В трамвай вошёл, обе Галоши стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна Галоша здесь на ноге, а другой нету. Сапог здесь, и носок лежу здесь, и подстаньки на месте, а Галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Снял остальную Галошу, завернул в газету и пошёл так. После работы, думаю, пущусь в розыске. Не пропадать же товару, где-нибудь раскопаю. После работы пошёл искать. Первое дело посоветовал с одним знакомым вагновожатым. Ну, тот прям вот как меня обнадёжил. Скажи, говорит, спасибо, что в трамвае потерял. В другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвай потерять, святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело. Ну, говорю, спасибо. Прямо гора с плеч. Главное, Галошу почти же новенькая. Всего 30 сезон ношу. На другой день иду в камеру. Нельзя ли, говорю, братцы, Галошу заполучить обратно? В трамвае сняли. Можно, говорят, какая Галоша? Галоша, говорю, обыкновенная. Размер 12 номер. У нас, говорят, 12 номер, может, 12 тысяч. Расскажи приметы. Приметы, говорю, обыкновенные какие? Задняя, говорю, конечно, обтрёпан. Внутри байки нету, сносилась байка. У нас, говорит, таких Галош, может, больше тысячи. Нет ли специальных признаков? Специальные, говорю, признаки имеются. Носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, говорю, почти что нету, сносился каблук. А бока, говорю, ещё ничего, пока что удержались. Ну, посиди, говорит, тут, сейчас посмотрим. Вдруг выносит мою Галошу. То есть ужасно обрадовался, прямо убилился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди, сколько хлопотно себя принялись за одной Галоши. Я им говорю, спасибо, говорю, друзья, погроб жизни. Давайте поскорее сюда, сейчас я надену, благодарю вас. Нету, говорят, уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, говорят, не знаем, может, это не вы потеряли. Да я же, говорю, потерял, могу дать честное слово. Они, говорят, верно, и вполне сочувствуют, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту Галошу, но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял Галошу. Пусть и домоправление заверит этот факт, и тогда, без излишней волокиты, мы тебе выдадим то, что законно потерял. Я говорю, братцы, святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги? Они отвечают, дадут, говорят, это их не дело дать. На что они у вас существуют? Ну, поглядел я еще раз на Галошу и вышел. На другой день пошел к председателю нашего дома. Говорю ему, давай бумагу, Галоша гибнет. А верно, говорит, потерял. Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба? Ей-богу, потерял. Он говорит, конечно, на слова я не могу положиться. Вот если бы ты мне удостоверение достал с трамвая, ну, Паркест, у Галошу потерял, тогда бы я тебе выдал бумагу, а так не могу. Я говорю, так они же меня к вам посылают. Он говорит, тогда, напиши мне заявление. Я говорю, а что там написать? Он говорит, пиши сего числа, пропал Галоша и так далее. Даю, дескать, расписку, а не выездив пред до выяснения. Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою Галошу. Вот только, когда надел Галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, люди работают. Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей Галошей столько времени? Да выкинули бы ее только и делов. А тут неделю не хлопотал выдают обратно. Одно досадно. За эту неделю во время хлопот первую Галошу потерял. Все время носил ее под мышкой в пакете. И не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Ну, где ее искать? Ну, зато другая Галоша у меня. Я ее на комод поставил. В другой раз станет скучно. Взглянешь на Галошу и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает. Сохраню эту Галошу на память. Пусть все потомки любуются. Собачий нюх. У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвоил купец Еремей Бабкин. Жалко ему видели шубы. Шуба-то, говорит, больно хороша, граждане. Жалко! Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду. И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обматках, а при нем собака. Этакая даже собачища, коричневая, морда острая и несимпатичная. Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал И отошел Понюхала собака воздух Повела по толпе Глазом Народ, конечно, собрался И вдруг К бабке Фекле С пятого номера Подходит и нюхает ей подол Бабка за толпу Собака за юбку Бабка в сторону и собака за ней Ухватила бабку за юбку И не пущает Рухнула бабка На колени Перед агентом Да, говорит Попалась Не отпираюсь И, говорит, пять ведер Закваски это так И аппарат Это действительно верно Все, говорит, Находится в ванной комнате Ведите меня в милицию Ну, народ, конечно Ахнур А шуба Спрашивают Про шубу, говорит Ничего не знаю Ведать не ведаю А остальное Это так Ведите меня Казните Ну, увели бабку Снова взял агент Собачищу свою Снова ткнул ее носом В следы Сказал Пссс И отошел Повела собачище глазом, понюхала пустой воздух И вдруг к гражданину управдому подходит Побелел управдом, упал навзничь Вяжите, говорит, меня люди добрые, сознательные граждане Я, говорит, заводу деньги собрал, эти деньги на прихоти свои истратил Но, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать А собачище тем временем подходит гражданину из седьмого номера И теребит его за штаны Побледнел гражданин, свалился перед народом Виноват, говорит, виноват, я, говорит, это верно В трудовой книжке год подчистил Мне бы, говорит, жеребцу в армии служить, защищать отечество А я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами Хватайте меня! Растерялся народ Что думает за такая поразительная собака? А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту Увони, говорит, свою собачищу к свиньям собачьим Пущай, говорит, пропадает енотовая шуба, пес с ней А собачище уж тут стоит перед купцом и хвостом вертит Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним подходит к нему И его калоши нюхает, заблекотал купец, побледнел Ну, говорит, бог правду видит, если так Я, говорит, есть сукин кот и базурик И шуба-то, говорит, братцы, не моя Шубу-то, говорит, я у брата своего зажилил, плачу и рыдаю Бросился тут народ в рассыпную А собачище и воздух некогда нюхать Схватила она двоих или троих Кто подвернулся и держит Покаялись эти Один казенные денежки в карты пропер Другой супругу свою утюгом тюкнул Третий такое сказал, что и передать неловко Разбежался народ Опустел двор, остались только собака да агент И вот подходит вдруг собака к агенту И хвостом виляет Побледнел агент Упал перед собакой Кусайте, говорит меня, гражданка Я, говорит, на ваш собачий харч Три червонца получаю А два себе беру Чего было дальше, неизвестно Я от греха по старей смылся Нервные люди Недавно в нашей коммунальной квартире Драка произошла И не то, что драка, а цельный бой На углу Глазовой и Боровой Дрались, конечно, от чистого сердца Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали Главная причина Народ очень уж нервный Расстраивается по мелким пустякам Горячится И через это дерется грубо Как в тумане А ну, конечно, после гражданской войны Нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются Может, оно и так А только у инвалид Гаврилова от этой идеологии Башка поскорее не зарастет А приходит, например, одна жиличка Марья Васильевна Щипцова В девять часов вечера на кухню И разжигает примус Она всегда, знаете, об это время Разжигает примус Чай пьет и компрессы ставит Так приходит она на кухню Ставит примус перед собой и разжигает А он, право ли, совсем не разжигается Она думает, чего бы он, дьявол, не разжигается Не закоптел ли, провались совсем И берет она в левую руку ежик И хочет чистить Хочет она чистить Берет в левую руку ежик А другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина Чей ежик Посмотрела, чего взято И отвечает Ежик-то Уважаемая Марья Васильевна Промежду прочим Назад положьте Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов И отвечает Пожалуйста, отвечает Подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно Не то, что его в руку взять Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина Стали они между собой разговаривать Шум у них поднялся Грохот Треск Муж Иван Степанович Кобылин Чей ежик На шуме является Здоровый такой мужчина Пузатый даже Но, в свою очередь, нервный Так является этот Иван Степанович И говорит Я, говорит, ну ровно слон Работаю за 32 рубля с копейками в кооперации Улыбаюсь, говорит, покупателям И колбасу им отвешиваю И из этого, говорит, на трудовые гроши Ежики себе покупаю И нипочем, то есть, не разрешу Постороннему чужому персоналу Этими ежиками воспользоваться Тут снова шум и дискуссия Поднялись вокруг ежика Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню Хлопочут Инвалид Гаврилович тоже является Что это, говорит, за шум А драки нету Тут сразу после этих слов И подтвердилась драка Началось А кухонька, знаете, узкая Драться неспособно, тесно Кругом кастрюли Примуса Повернуться негде А тут 12 человек вперлось Хочешь, например, одного По харе смазать Троих кроешь И, конечно, дело на все натыкаешься Падаешь Не то, что, знаете, безногому инвалиду С тремя ногами устоять на полу Нет никакой возможности А инвалид, чертова перечница Несмотря на это, в самую гущу вперся Иван Степаныч, чей ежик Кричит ему Уходи, Гаврилыч, от греха Гляди, последнюю ногу оборвут Гаврилыч говорит Пущай, говорит, нога пропадает А только говорит Не могу я теперь и чуйки Мне, говорит, сейчас Всю амбицию в кровь разбили А ему действительно В эту минуту кто-то по морде съездил Ну и не уходит Накидывается Тут в это время Кто-то и ударяет инвалида Кастрюлькой по кумполу Инвалид брык на пол и лежит Скучает Тут какой-то паразит за милицией кинулся Является Мельтон, кричит Запасайтесь, дьяволы, гробами Сейчас стрелять буду Только после этих роковых слов Народ маленько очухался Бросился по своим комнатам Вот те думают, клюква С чего же это мы, уважаемые граждане Разодрались Бросился народ по своим комнатам Один только инвалид, Гаврилыч, не бросился Лежит, знаете, на полу Скучный И из башки кровь каплет Через две недели после этого факта Суд состоялся А Нарс, судья Тоже нервный такой мужчина попался Прописал Ижицу Лимонад Я, конечно, человек не пьющий Ежели другой раз и выпью, то мало Так приличие ради или славную компанию поддержать Больше как две бутылки мне в раз Ни почем не употребить Здоровье не дозволяет Один раз, помню, в день своего бывшего ангела Я четверть выкушал Но это было в молодые крепкие годы Когда сердце отчаянно в груди билось И в голове мелькали разные мысли А теперь старею Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын Давича осматривал меня и даже, знаете, задрожал У вас, говорит, полная девальвация Где, говорит, печень, где, говорит, почки Где, говорит, ваш пузырь для содержания всякой жидкости Распознать, говорит, нет никакой возможности Очень, говорит, вы сносились с точки зрения медицины Хотел я этого фельдшера побить Но после остыл к нему Да и думаю, сперва к хорошему врачу схожу Удостоверюсь Врач никакой девальвации не нашел Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде И пузырь, говорит, вполне порядочный И не протекает Что касается сердца, то оно очень отличное Даже, говорит, на два пальца шире, чем надо Но, говорит, пить вы перестаньте Иначе очень просто смерть может приключиться А помирать, конечно, мне неохота Я жить люблю Я человек еще молодой Мне только-только в начале НЭПа 53 года стукнуло Можно сказать, в полном рассвете Силы здоровья И сердце в груди широкое И пузырь, главное, не протекает С таким пузырем Жить да радоваться Надо, думаю В самом деле Пить бросить Взял и бросил Не пью и не пью Час не пью Два часа не пью В пять часов вечера пошел обедать в столовую Покушал суп Начал вареное мясо кушать Охота выпить За место, думаю, острых напитков Попрошу чего-нибудь помягче Нарзану Или же лимонаду Зову Эй, говорю Который, который тут мне порции подавал Неси мне, куриная твоя голова Лимонаду Приносит, конечно, мне лимонаду На интеллигентном подносе В графине Наливаю в стопку Пью я эту стопку Чувствую, кажись Водка Налил еще Ей-богу, водка Что за черт Налил остатки Самая настоящая водка Неси, кричу, еще Вот, думаю, поперло-то Приносит еще Попробовал еще Никакого сомнения не осталось Самое натуральное После, когда деньги платил Замечание все-таки сделал Я, говорю Лимонаду просил А ты чего носишь Куриная твоя голова Тот говорит Так что это у нас завсегда лимонадом зовется Вполне законное слово Еще с прежних времен А натурального лимонаду Извиняюсь, не держим Потребителя нету Неси, говорю Еще Последнюю Так и не бросил Желание было горячее Только вот обстоятельства помешали Как говорится Жизнь диктует свои законы Надо подчиняться Прелести культуры Всегда я симпатизировал Центральным убеждением Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили Я не протестовал НЭП так НЭП Вам видней Но между прочим При введении НЭПа Сердце у меня отчаянно сжималось Я как бы предчувствовал Некоторые резкие перемены И действительно При военном коммунизме Куда как было свободней В отношении культуры и цивилизации Скажем В театре можно было свободно даже не раздеваться Сиди в чем пришел Это было достижение А вопрос культуры Это собачий вопрос Хотя бы насчет того же Раздевания в театре Конечно слов нету Без пальто Публика выгоднее Отличается Красивее Элегантней Но что хорошо В буржуазных странах То у нас иногда Выходит боком Товарищ Локтев И его дама Нюша Кошелькова На днях встретили меня на улице Я гулял Или может быть шел горло промочить Не помню Встречают и уговаривают Горло говорят Василий Митрофанович От вас не убежит Горло завсегда при вас Завсегда его прополоскать успеете Идемте лучше сегодня в театр Спектакль Грелка И одним словом Уговорили меня пойти в театр Провести культурно вечер Пришли мы конечно в театр Взяли конечно билеты По рубль тридцать Поднялись по лестнице Вдруг назад кличут Вилят раздеваться Пульта говорит Сымайте Локтев конечно с дамой Моментально скинули пульта А я конечно стою в раздумье Пальто у меня было в тот вечер Прямо на ночную рубашку надето Пиджака не было И чувствую братцы мои Сымать Как-то неловко Прямо думаю Срамота может сейчас произойти Главное рубаха Нельзя сказать что грязная Рубаха не особо грязная Но конечно Грубая Ночная Шинельная пуговица конечно На вороте пришита Крупная Срамота думаю С такой крупной пуговицей В фойете Я говорю своим Прямо говорю товарищи Не знаю чего и делать Я сегодня Одет не важно Неловко как-то мне Пальто сымать Все-таки Подтяжки там И сорочка опять же Грубая Товарищ Локтев Говорит Ну покажись Расстегнулся я Показываюсь Да Говорит Действительно Видик Дама тоже конечно Посмотрела И говорит Я говорит Лучше домой пойду Я говорит Не могу Чтобы кавалеры В одних рубахах Рядом со мной ходили Вы бы Говорит Еще подштаники Поверх штанов Пристегнули Довольно говорит Вам неловко В таком Отвлеченном виде В театры ходить Я говорю Я не знал Что я в театры хожу Дура какая Я может пиджаки Редко надеваю Может я их берегу Что тогда Стали мы думать Чего делать Локтев Собака говорит Вот чего Я говорит Василий Митрофанович Сейчас тебе Свою жилетку дам Одевай мою жилетку И ходи в ней Будто тебе Все время в пиджаке Жарко Расстегнул Он свой пиджачок Стал щупать И шарить Внутри себя Ой Говорит Мать честная Я Говорит Сам сегодня Не при жилетке Я Говорит Тебе лучше Сейчас галстук дам Все-таки Поприличней Привяжи на шею И ходи Будто тебе Жарко Дама говорит Лучше Говорит Я ей Богу Домой Пойду Мне Говорит Дома Как-то Спокойней А то Говорит Один Кавалер Чуть не в подштаниках А у другого Галстук Заместо пиджака Пусть Чай Говорит Василий Митрофанович В пальто Попросит Пойти Просим И умоляем Показываем Союзные книжки Не пущают Это говорят Не девятнадцатый год В пальто Сидеть Ну Говорю Ничего Не пропишешь Кажись Братцы Надо Домой Ползти Но Как Подумаю Что Руб Тридцать Заплачено Не могу Ити Ноги Не идут К выходу Локтев Собака Говорит Вот Чего Ты Говорит Подтяжки Отстегни Пущай Их Дама Понесет За место Сумочки А сам Валяй Как есть Будто У тебя Это летняя Рубашка Опаш И тебе Одним словом В ней Все время Жарко Дама Говорит Я Подтяжки Не понесу Как хотите Я Говорит Не для того В театры Хожу Чтобы мужские Предметы В руках Носить Пущай Василий Митрофанович Сам несет Или в карман Себе Сунет Раздеваю Пальто Стою В рубашке Как Сукин Сын А холод Довольно Собачий Дрожу И прямо Зубами Лязгую А кругом Публика Смотрит Дама Отвечает Скорей Подлец Все-таки Отстягивайте Памачи От меня Дамам Говорит Протееву Надо Ночные Рубашки Глядеть Это Говорит Их Шокирует Кроме Того Говорят Он Все Время Вертится Как Сукин Сын Я Говорю Я Верчусь От Холода Посидите Сами В одной Рубахе А я Говорю Братцы Сам Не Рад Что Сделать Волокут Меня Конечно В Контору Записывают Все Как Есть После Отпущают А Теперь Говорят Придется Трешку Посуду Отдать Вот Гадость Прям Не Угадаешь Откуда Неприятности Гримаса Непа На Праздники Я Обыкновенно В лугу Езжу Там Говорят Воздух Очень Превосходный Сосновый И Еловый Против Бронхита Хорошо Помогает Врачи Так Говорят Я Не Знаю Не Думаю Главное Что В лугу Ездить Сущее Наказание Народу Больно Много Пихаются На колени Садятся Без разрешения Корзинки И тючки На головы Ставят Не только Бронхит Скарлатину Получить Можно Прошлый Раз По пути Из луги На какой-то Станции Несмотря На оформленное Переполнение Вагон Еще Какой-то Тип Влазит Не Старый Еще С Усиками Довольно Фронтоватой Одетой В русских Сапогах И с ним Старуха Такая Обыкновенная Старуха С двумя Тюками И с корзинкой Собственно Сначала Эта Старуха В вагон Влезла Со своим Багажом А за ней Уж этот Тип Со своими Усиками Старуха Значит Впереди Идет Пробивается Сквозь Публику А он За ней Небрежной Походкой Все Командует Ей Не Секричит Ровней Корзинку Просыпешь Что-то Там Такое Станов Топеречи Ее Подлавку Засупонивай Я говорю Ее Подлавку Ох Чертова Голова Узел Не клади Гражданам На колени Клади Временно На головы Обожди Я сейчас Подниму Его на верхнюю Полку Фу Ты Я говорю Дьявол Какой Только Видят Пассажиры Действия Гражданина Не настоящие Форменное Нарушение Уголовного Кодекса Труда Одним словом Пассажиры Видят Нарушена Норма В отношении Старослужащего Человека Некоторые Начали Вслух Выражать Своё Неудовольствие Дескать Не пора ли Одернуть Если он Зарвался И кричит И командует Одной Прислугой Где же Это возможно Одной старухе Узлы На голову Ложить Это же Форменная Гримаса Непа Около окна Просто брожение Среди публики Началось Это говорят Эксплуатация Переростков Нельзя же Так кричать И командовать На глазах У публики Это унижает Ейное Старушечье Достоинство Вдруг Один Наиболее Из всех Нервный Гражданин Подходит До этого Который С усиками И берет И берет Его Прямо За грудки Это Говорит Невозможно Допущать Такие действия Это Издевательство Над Несвободной Личностью Это Оформенная Гримаса Непа То есть Когда Этого Нового Взяли за Грудки Он Побледнел И Откинулся И Только Потом Начал Возражать Позвольте Говорит Может Быть Никакой Гримасы Нету Может Быть Это Я С Моей Мамашей В город Ленинград Еду Довольно Говорит Оскорбительно Слушать Подобные Слова В нарушении Кодекса Тут Среди Публики Некоторое Замешательство Произошло Некоторый Конфос Дескать Вмешались Не в свои Семейные Дела Прям Неловко Оказывается Это всего-навсего Мамаша Наиболее Нервный Человек Не сразу Конечно Сдался А Пес Говорит Ее Разберет На ней Афиша Не наклеена Мамаша Или Папаша Тогда Объявлять Надо При входе Дадут Сразу Берут Загрудки Затрагивают У которых Может быть Билеты Есть Положите Мамаша Ногу На узел Унести Могут Какие Такие Нашлись Особенные А может Я сам Семнадцатого Года Живу В Ленинграде Другие Пассажиры Сидели Молча И Избегали Взгляда Этого Оскорбленного Человека Качество Продукции У моих Знакомых У Гусевых Немец Из Берлина Жил Комнату Снимал Почти два месяца Прожил И не какой-нибудь Там чухонец Или другое Национальное Меньшинство А настоящий Германец Из Берлина По-русски Не в зуб Ногой С хозяевами Зи снялся Руками и головой Одевался Конечно Этот Немец Ослепительно Белье Чистое Штаны Ровные Ничего Лишнего Ну Прямо Гравюра А когда Уезжал Этот немец То много Чего Оставил Хозяевам Цельный Ворох Заграничного Добра Разные Пузырьки Воротнички Коробочки Кроме Того Почти Две Пары Кальсон И свитер Почти Нерванный А мелочей Разных И не счесть И для мужского И для дамского Обихода Все это В кучу Было Свалено В углу У рукомойника Хозяйка Мадам Гусева Дама Честная Ничего Про нее Такого Не скажешь Намекнула Немчку Перед самым Его отъездом Дескать Битте Дритте Не в попыхах Ли изволили Заграничную Продукцию Оставить Немчик Головой Легнул Дескать Битте Дритте Пожалуйста Заберите Об чем разговор Жалко Что ли Тут Хозяева Налегли На оставленную Продукцию Сам Гусев Даже Подробный Список Вещам Составил И уж Конечно Дело Сразу Свитер На себя Напялил И кольсоны Взял После Две Недели Ходил С кольсонами В руках Всем Показывал Невозможно Как гордился И хвалил Немецкое Качество А вещи Действительно Были Хотя И ношеные И Вообще Говоря Чуть Держались Однако Слов Нет Настоящий Заграничный Товар Глядеть Приятно Между Прочим Среди Оставленных Вещей Была Такая Фляга Не фляга Ну Вообще Такая Довольно Плоская Банка С порошком Порошок Вообще Розовый Мелкий И душок Довольно Симпатичный Не то Лориган Не то Роза После Первых Дней Радости И ликования Начали Гусевы Гадать Что за Порошок Нюхали И зубами Жевали И на огонь Сыпали Но Угадать Не могли Носили По всему Дому Показывали Вузовцам И разные Домовые Интеллигенции Но Толку Не добились Многие И И И после Каждого Бритья Ходит Розовый Цветущий И Прямо Благоухает Кругом Конечно Зависть И вопросы Тут Гусев Действительно Поддержал Немецкое Производство Много И горячо Нахваливал Немецкий Товар Сколько Говорит Лет Уродовал Свою Личность Разными Русскими Отбросами И вот Наконец Дождался И Когда Говорит Эта Пудра Кончится То Прямо И не знаю Как быть Придется Выписать Еще Баночку Очень Уж Чудный Товар Через Месяц Когда Пудра Подходила К концу Пришел В гости К Гусеву Один Знакомый Интеллигент За вечерним Чаем Он И Прочитал Банку Оказалось Это было Немецкое Средство Против Разведения Блох Конечно Другой Менее Жизнерадостный Человек Был бы Сильно Пришиблен Этим Обстоятельством И Даже Может быть У Менее Жизнерадостного Человека Кожа Покрылась Бы прыщами И угрями От Излишней Мнительности Но Не Такой Был Гусев Вот Это Я Понимаю Сказал Он Вот Это Качество Продукции Вот Это Достижение Это Действительно Не Переплюнешь Товар Хочешь Морду Пудри Хочешь Блох Посыпай На Все Годится А У Нас Что Тут Гусев Похвалив Еще раз Немецкое Производство Сказал Тут Я Гляжу Что Такое Целый месяц Пудришь И Хоть бы Одна Блоха Меня Укусила Жену Мадам Гусеву Кусают Сыновья Тоже Цельные Дни Отчаянно Чешутся Собака Нинка Тоже Скребется А А я Хожжу Хожжу Хоть Бы Что Даром Что Насекомые Но Чувствуют Шельбы Настоящую Продукцию Вот Это Действительно Сейчас Порошок Гусева Кончился Должно Быть Снова Его Кусают Блохи Знают Шельбы Кого Кусать Михаил Зощенко Сильное Средство Рассказ Говорят Против Алкоголя Наилучше Действует Искусство Театр Например Карусель Или Какая-нибудь Студия С музыкой Все Это Отвлекает Человека От Выпивки Закуской И Действительно Граждане Взять К примеру Хотя бы Нашего Слесаря Петра Антоновича Калинкорова Человек Пропадал Буквально И Персонально И Вообще Жил Как Последний Курица По будням После работы Ел и жрал А по праздникам И по воскресным дням Напивался Петр Антонович До крайности Беспредельно Напивался И в пьяном виде Дрался Вала Вертел И вообще Пьяный Эксцесс Устраивал Устраивал И Домой Лежа Возвращался И Уж Конечно За всю Неделю Никакой Культ Работы Не Нес Этот Петр Антонович Разве Что в субботу В баньку Сходит Пополочится Вот вам и Вся Культ Работа Родные Петра Антонович От такого Поведения Сильно Расстраивались Стращали Даже Петр Говорит Антонович Человек Выквалифицированный Не первый Свежести Ну Мало ли В пьяном Ведь Дрюхнетесь Об тумбу Разобьетесь Пейте Несколько Полегче Сделать Такое Семейное Одолжение Не Слушает Пьет По-прежнему И веселится Наконец Нашелся Один Добродушный Человек Смискома Он Знаете Прямо Так И сказал Петру Антонович Петр Говорит Антонович Отвлекайтесь Я вам говорю От алкоголя Ну Говорит Попробуйте Замес Того В театр Ходить По воскресным Дням Прошу Вас С честью И билет Вам Дарма Предлагаю Петр Антонович Говорит Если Дарма То попробовать Можно Отчего же От этого Говорит Не разорюсь Ежели То есть Дарма Упросил Одним словом Пошел Петр Антонович В театр Понравилось До того Понравилось Уходить Не хотел Театр Уже Знаете Окончился А он Голубь Все сидит И сидит Куда же Я теперь Пойду На ночь Глядя Небось Все Портерные Закрыты Уж И Дьяволы В какое Предприятие Втравили Однако Поломался Поломался И пошел Домой И трезвый Знаете Ли пошел То есть Ни в одном Глазу На другое Воскресенье Опять пошел На третье Сам В миском За билетом Сбегал И что вы думаете Увлекся Человек Театром То есть Первым Театралом В районе Стал Как завидеть Театральную Афишу Дрожит Весь Пить Бросил По воскресеньям По субботам Стал пить А баню Перенес На четверг А последнюю Субботу Находясь Под мухой Разбился Петр Антонович Об тумбу И в воскресенье В театр не пошел Это было Единственный раз За весь сезон Когда Петр Антонович Пропустил спектакль К следующему Воскресенью Небудь поправится И пойдет Потому Захватило Человек Искусство Понесло Михаил Булгаков Самогонное Озеро Повествование В десять часов вечера Под светлое воскресенье Утих наш проклятый коридор В блаженной тишине Родилась у меня Жгучая мысль О том, что исполнилось Мое мечтание И бабка Павловна Торгующая папиросами Умерла Решил я это Потому что Из комнаты Павловны Не доносилось Криков Истезуемого Ею сына Шурки Я сладострастно Улыбнулся Сел в драное кресло И развернул Томик Марка Твена О миг Блаженный Светлый Час И в десять с четвертью Вечера В коридоре Трижды пропел Петух Петух Ничего особенного Ведь жил же У Павловны Полгода Поросенок В комнате Вообще Москва Не Берлин Это раз А во-вторых Человека Живущего полтора года В квартире номер пятьдесят Не удивишь ничем Не факт Неожиданного Появления Петуха Испугал меня А то обстоятельство Что Петух Пел в десять часов Вечера Петух Не Соловей И в довоенное Время Пел на рассвете Неужели эти мерзавцы Напоили Петуха Спросил я Оторвавшись От Твена У моей Несчастной Жены Но та Не успела Ответить Вслед за вступительной Петушиной Фанфарой Начался Непрерывный Вопль Петуха Затем Завыл Мужской Голос Но как Это был Непрерывный Басовый Вой В до диез Вой Душевной Боли И отчаяния Предсмертной Тяжкой Вой Захлопали все Двери Загремели Шаги Твена Я бросил И кинулся В коридор В коридор В коридоре Неизвестный Гражданин Обливаясь Крупными Слезами Христос Москресе Очень Хорошо Поступаете Так Не доставайся Жи Никому А И с этими Словами Он Драл Пучками Перья Из хвоста У петуха Который Бился У него В руках Одного Взгляда Было Достаточно Чтобы убедиться Что петух Совершенно Трезв Но на лице У петуха Была написана Нечеловеческая Мука Глаза его Вылезали из орбит Он хлопал крыльями И выдирался Из цепких рук Неизвестного Павловна Шурка Шофер Аннушка Аннушкин Миша Дуськин муж И обе Дуськи Стояли кольцом В совершенном Молчании И неподвижно Как Вколоченные В пол На сей раз Я их не виню Даже они Лишились Дар слова Сцену Обдирания Живого петуха Они видели Как я Впервые Квартхоз Квартиры Номер 50 Василий Иванович Криво И отчаянно Улыбался Хватая петуха То за неуловимое крыло То за ноги Пытался вырвать его У неизвестного гражданина Иван Гаврилович Побойся Бога Вскрикивал Он трезвее На моих глазах Никто Твоего петуха Не берет Будь он Трижды Проклят Не мучи птицу Под светлое Христово Воскресение Иван Гаврилович Приди в себя Я опомнился Первый И вдохновенным Вольтом Выбил петуха Из рук гражданина Петух Взметнулся Ударился Грузно О лампочку Затем Снизился И исчез За поворотом Там, где Павловнина Кладовка И гражданин Мгновенно Стих Случай был Экстраординарный Как хотите И лишь поэтому Он кончился Для меня Благополучно Квартхоз Не говорил мне Что я Если мне не нравится Эта квартира Могу подыскать Себе особняк Павловна Не говорила Что я Жгу Лампочку До пяти часов Занимаясь Неизвестно Какими делами И что я Вообще Совершенно Напрасно Затесался Туда Где проживает Она Шурку Она имеет Право Бить Потому что Это ее Шурка И пусть Я заведу Себе Своих Шурок И ем Их С кашей Я Павловна Если вы Еще раз Ударите Шурку По голове Подам На вас В суд И вы будете Сидеть Год за Истязание Ребенка Помогало Плохо Павловна Грозилась Что она Подаст Заявку В правлении Чтобы Меня Выселили Ежели Кому Не нравится Пусть Идет Туда Где Образованный Словно Сей раз Ничего Не было В гробовом Молчании Разошлись Все обитатели Самой Знаменитой Квартиры В Москве Неизвестного Гражданина Квартхоз Екатерина Ивановна Под руки Вывели На лестницу Неизвестный Шел Багровый Дрожа И покачиваясь Молча И выкатив Убойные Угасающие Глаза Он был Похож На Отравленного Беленой Обессилевшего Петуха Павловна И Шурка Поймали Под кадушкой И тоже Унесли Катерина Ивановна Вернувшись Рассказала Пошел Мой Сукин Сын Читай Квартхоз Муж Катерина Ивановны Как добрый За покупками Купил таки У Сидоровна Четверть Гаврилович Пригласил Идем Говорит Попробуем Все люди Как и люди Они на локалит Прости Господи Мое согрешение Еще поп В церкви В церкви Не звякнул Ума Не приложу Что с Гавриловичем Сделалось Выпили Они Мой И мы Говорит Чем тебе Гаврилович С петухом В уборную Ходить Дай Я его Подержу А тот Возьми И сблинись А Говорит Ты Говорит Петуха Моего Хочешь Присвоить И начал Выть Что ему Почудилось Господь Его ведает В два часа ночи Квартхоз Разгоревшись Выбил Все стекла Избил жену И свой поступок Объяснил тем Что она Заела ему Жизнь Я в это время Был с женою У заутрени И скандал Шел без моего Участия Население Квартиры Дрогнуло И вызвало Председателя Правления Председатель Правления Явился Немедленно С блестящими Глазами И красный Как флаг Посмотрел На посиневшую Катерину Ивановну И сказал Удивляюсь я тебе Василий Иванович Глава дома И не можешь С бавой Совладать Это был Первый случай В жизни Нашего председателя Когда он Не обрадовался Своим словам Ему Лично Шоферу И Дуськину Мужу Пришлось Обезоруживать Василия Ивановича Причем Он порезал себе руку Василий Иванович После слов Председателя Вооружился Кухонным ножом Чтобы резать Катерину Ивановну Так я ж Ей покажу Председатель Заперев Катерину Ивановну В кладовке Павловны Внушал Ивановичу Что Катерина Ивановна Убежала И Василий Иванович Заснул Со словами Ладно Я ее завтра Зарежу Она моих рук Не сбежит Председатель Ушел Со словами Ну и Самогон У Сидоровны Зверь Самогон В три часа ночи Явился Иван Сидорович Публично Заявляю Если бы я был Мужчина А не тряпка Выкинул бы Ивана Сидоровича Вон из своей комнаты Но я Его Боюсь Он Самое сильное Лицо В правлении После председателя Может быть Выселить ему И не удастся А может и удастся Черт его знает Но отравить Мне существование Он может Совершенно свободно Для меня же Это самое ужасное Если мне Отравят существование Я не смогу Писать филеетоны А если я не буду Писать филеетоны То произойдет Финансовый крах Дрась Гррж Жрр Лист Сказал Иван Сидорович Качаясь Как бы линка Под ветром Я К вам Очень приятно Я насчет Эсперанто Что? Заметку Вы написали Статью Желаю Открыть общество Так и написать Иван Сидорович Эсперантист Желает Мол И вдруг Сидорович Заговорил На эсперанто Кстати Удивительно Противный язык Не знаю Что прочел Эсперантист В моих глазах Только он Вдруг Съежился Странные Кургузы И слова Похожие на Помесь Латино-русских Слов Стали Обрываться Иван Сидорович Перешел На Общедоступный Язык Впрочем Извини Я завтра Милости просим Ласково Ответил я Подводя Ивана Сидоровича К двери Он почему-то Хотел выйти Через стену Его Нельзя Выгнать Спросила По уходе Жена Нет Детка Нельзя Утром В девять Праздник Начался Матлотом Исполненным Василием Ивановичем На гармонике Плясала Катерина Ивановна И речью В дребезги Пьяного Аннушкиного Миши Обращенной Ко мне Миша От своего Лица И от лица Неизвестных Мне граждан Выразил Мне свое Уважение В десять Пришел Младший Дворник Выпивший Слегка В десять Часов Двадцать Минут Старший Мертвопьяный В десять Часов Двадцать Пять Минут Истопник В страшном Состоянии Молчал И молча Ушел Пять миллионов Данные мною Потерял Тут же В коридоре В полдень Сидоровна Нахально Не долила На три пальца Четверть Василия Ивановичу Тот тогда Взяв пустую Четверть Отправился Куда следует И заявил Самогон Иди — Веди, — сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел. Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне, — сбегай к Сидоровне за четвертью. — Очнись, окаянный душа, — ответила Катерина Ивановна. — Сидоровну закрыли. — Как? Как же они пронюхали? — удивился Василий Иванович. Я ликовал, но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макича через два дома от Сидоровны. В семь часов вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи. Не сметь бить! Моя жена! И так далее. В восемь часов вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с Ивана и сказала, — Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда. — Детка! — ответил я в отчаянии. — Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. У нас стоит двадцать миллионов, а я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи! — Я не о себе! — ответила жена. — Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий. При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос мой был полон металла. Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу. И смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко. Затем помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую, не пьет ничего, кроме портвейна, смотреть, чтобы замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре. Заключение. У меня есть проект. В течение двух месяцев я берусь произвести осушение Москвы. Если не полностью, то на 90%. Условия. Во главе я стану. Штат помощников наберу я сам из студентов. Жалование им нужно положить очень высокое. Рублей четыреста золотом. Дело оправдает. Сто человек. Мне квартиру в три комнаты с кухней и единовременно тысячи рублей золотом. Пенсию жене в случае, если меня убьют. Полномочия неограничены. По моему ордеру брать и немедля. Судебное разбирательство в течение двадцати четырех часов и никаких замен штрафом. Я произведу разгром всех Сидоровн и Макеичей и отраженный попутный разгром уголков, цветков Грузии, замков Тамары.